ВОЛГОГРАД Прекрасный прыжок, заслуживающий аплодисментов Анастасия Генюта. Ну что ж, может ответить за Мишель Алам, которая потерпела поражение в младшей возрастной группе, но шанс отыграться у Волгограда. Азовская спортсменка прекрасно справляется с планкой, большой запас, корпус, спина, все, 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 что нужно. Ну и Анна Шенгелович, белая колитва. Вот чем старше возрастные группы, тем интереснее. Ну, впрочем, как и у ребят, которых мы увидим чуть позже. Блестящий прыжок, но планка почему-то упала. Вот почему эта планка такая коварная? Мы уже задавались таким вопросом. Было под спиной у спортсменки, однако, Дарья Комарова сейчас в секторе, 20 номер. Младшая группа рекорд этот уже била. Нас ждет вторая попытка. Анна Шенгелович будет первая из них. Белая колитва. Одна спортсменка представляет свой родной город. И прекрасно справляется, вызывая аплодисменты зрителей. В младшем возрасте мы уже этого добились. Маргарита Корчагина. О! Вот то, о чем мы говорили. Запас... Ну, я уж про 30 сантиметров молчу. Мы об этом еще поговорим. Рассказывая об истории прыжка в высоту. Дарья Комарова в секторе. Соревнования продолжаются. Планка на 145. А следующая высота, это уже будет на 4 сантиметра выше. Так, третья попытка. Это всего лишь один из стартов. Расстраиваться не надо. Надо готовиться, тренироваться. И все будет хорошо. 4 спортсменки остаются на 150 сантиметров на этой высоте. Женщины уже давно прыгают за 2 метра. 2,09. 2,09. Прекрасный прыжок Анастасии Генюты. Волгоград здесь в фаворитах. Ангелина Калединская. Азов. У нее тоже была прекрасная попытка на 145. 150. Замечательно. Прекрасно. Анна Шенглович. Белая Калитва. И здесь одна попыточка висит. Конечно, на Ане. Прекрасный прыжок. Здесь вполне так может быть, что втроем зарубятся. Желаем, чтобы и Аня подключилась. Прекрасный прыжок. Итак, дорогие друзья, попытка. Судьи устанавливают 155. Ну что ж, самое интересное начинается в этой группе. Сосея Генюта, пятый номер. 155 сантиметров. А там недалеко, уже и до исторического прыжка, первое олимпийское золото. Великолепный прыжок, аплодисментами взрывается площадь, очень нравится. Сосея прыгает, она представляет Волгоград, Ангелина Калединская. Великолепный прыжок, Маргариты. Вторую попытку будет делать, и ребята выходят на сектор. У них также 155 сантиметров. Вновь возвращаемся мы и делаем исторический экскурс. Если первый мировой рекорд столетней девчонки побили, то вот... Стоит планка! Стоит, Ангелина будет продолжать борьбу. 28-го года была разыграна на высоте 159 сантиметров. И до этой высоты девушкам нужно будет еще... А у нас Анастасия Генюта. Первая попытка 160. И браво! Ангелина Калединская, Азов. Прекрасно! Ангелина Браво! Маргарита Корчагина в секторе. Маргарита Корчагина в секторе. И здесь безукоризненная попытка! Исторически пройдем, наверное, не одну Олимпиаду с этими тремя очаровательными девчушками, которые так здорово прыгают сегодня. 165. И пока устоял Лос-Анджелес совсем объективно подходить к истории, то в 36-м году в Берлине Ибола Чак из Венгрии выиграла золото. Так что на Олимпиадах тоже не все было вверх. Ибола Чак из Венгрии не выполняла первую попытку. Это представляет Волгодонск. Хорошая попытка, но пока красный флаг в руках. И мы пока девочкам дадим немного отдохнуть, поскольку ребята, 165, братья Потомкины, Алексей Владислав, 165. Председательница Азова одним прыжком может все решить. Не хватило скорости разбега. Маргарита Корчагина. Ну что ж, Волгодонск. Как близка была сейчас Маргарита. Но пока она есть, ты не проиграл. Мы уже много раз повторяли эту фразу сегодня. Анастасия Генюта. Да, конечно, чуть-чуть времени еще есть. Но судьи, хоть и ждут терпеливо, все равно таймер включат. Ну что, надо поддержать. Не надо. Хорошо. А вот так вот. Но чем ответят Азов и Волгодонск? Ангелина. Итак, Волгодонск имеет возможность... И вот здесь поддержка требуется. Давайте все вместе. Рита! Браво! Не уступает ни строчки. Вот у нас дуэль теперь. Волгоград-Волгодонск. Бронзовая медаль у Ангелины Калединской из Азова. 170 сантиметров устанавливается в секторе. Времени на отдых гораздо больше. Анастасия Генюта уже в секторе. 170 сантиметров. 170 сантиметров это выше, чем у победительниц Олимпийских игр 48-го года в Лондоне и 52-го года в Хельсинке. То есть мы уже, видите, как с вами поднимаемся от 100 лет первого рекорда мира среди женщин. Мы сошли до Олимпиады 52-го года. Золотой медали девочки прыгают. 170 сантиметров. Браво! Браво! Выходит вперед. 170 сантиметров теперь и для Риты. Гороша Рита была, но что-то с планкой не так. Планка взяла и упала. С огромным наслаждением я еще раз скажу, что такие фестивали проводятся в европейских странах, но нигде нет такой острой борьбы, как здесь у нас. Ну что ж, братья Потомкины выходят на штурм 170 сантиметров. Вообще, жители Белой Калитвы очень гостеприимные и поддерживают всех, но, конечно, девчонок в большей степени. Говорит, и будет еще одна попытка. Эти девочки уже прыгают практически на профессиональном уровне. Я не зря говорил о том, что, если взять исторический экскурс, в 52-м году можно было выиграть золотую олимпийскую медаль в Хельсинке. Вот с этой самой высотой. Есть! Браво! Переживают за нее, площадь поддерживает. И эта энергетика, конечно, чувствуется. Взлетает она над планкой. А третья попытка у мальчиков начинается. И здесь я должен сказать, что Анита по своему уровню уже на 56-й год. Олимпиада в Мельбурне. Там 176 это было золото. И, кстати, еще одна историческая веха, дорогие друзья. Первый рекорд советской спортсменки. Данина Чудиновой, которая прыгала 173. Это был официальный мировой рекорд. Этому рекорду тоже более полувека. Анастасия Генюта уже в секторе судьи. Проверили планку 175 сантиметров. Дрожит история здесь, в Белой Калитве. Совсем юные девчонки все выше и выше забираются. А скоро мы с вами уже в мастерском нормативе современном будем говорить. Он 182 сантиметра. Ждем только, когда сектор будет открыт. И Белый Флаг старшего судьи позволит Анастасии Генюде штурмовать эту планку. Анастасия Генюта. Пока нет. У нас ни одна она в секторе. 173 сантиметра. Вся площадь 3 до с тобой. Ох, как близко все было. Мы поддержим еще раз. 173 сантиметра. Подходят зрители. Это очень приятно. Чем больше людей будет на площади здесь к часу дня, тем лучше у нас элита. А вот теперь у нас Анастасия тоже просит помощи. И Настя, и Рита замечательные спортсменки. Но кто будет первым? Ко второй попытке готовится Маргарита Корчагина. И тут была хорошая попытка. Третий прыжок, который решит все. Эти же самые героини. Как и в младшей группе, у нас дуэль. Только если совсем маленькие. Ее чуть-чуть меньше было попыток. Поэтому надо брать, надо брать Рите обязательно эту высоту, чтобы выиграть. А Настя тоже просит поддержки. И, конечно, зрители дадут эту поддержку. Хорошая попытка. Но пока устоял первый советский мировой рекорд. Но устоял против Денюты. А еще есть Рита. У Риты есть третий прыжок. Семьдесят три. Все вместе! Давайте поаплодируем. Девчонки это заслужили. По попыткам. Но результат абсолютно одинаковый. Семьдесят сантиметров. Рита была тоже великолепна. Одна минута у нас. У нас все камеры, как раньше говорили, работают все радиостанции Советского Союза. Ну а у нас работают все, кто может. Они тоже стараются. С коротко победительницами, которые просто очаровали сегодня площадь средней возрастной группе. Рита, Настя. Это наше будущее. Мы в этом уверены. Девчонки, мы вас поздравляем. Но стандартный вопрос. На кого мы ориентируемся? Кто для нас? Тот кумир, ради которого мы пришли в прыжок в высоту. Риточка, ты первая. Мой кумир, это Анна Чичерова и Марина Сискени. Мне очень нравится, как они прыгают. И пытаюсь повторить их технику. Вот это слышали? Что значит профессионал? Я пытаюсь прыгать так же технически, она сказала. Речь не о результате. Умничка, а у тебя как? А у меня Елена Лесвисаренко и Анна Чичерева. Тоже пытаюсь по их технике. Я думаю, Елена Лесвисаренко сейчас это приятно слышать. Она тут совсем недалеко. То, что Волгоград, прекрасная школа прыжков, мы знаем. С Волгодонском мы немножко меньше знакомы. Насколько сейчас ты первый номер там, наверное, по прыжкам? Да. Да, это бесспорно. Вот так прозвучало. Тогда уже должен просто спросить. Ваши личные рекорды каковы? У меня метр семьдесят пять. А у меня семьдесят три. Ну вот видите, не зря мы сегодня в историю лазили, да? Это первый. Вы знали, что первый советский рекорд сто семьдесят три мировой официально зарегистрированный? Обе знали. Дорогие друзья, посмотрите на них. Это наше будущее. Это лучшие из лучших. Это Россия. И ее будущее в этих руках. Спасибо. Спасибо. Спасибо.